Если кто-то хочет тебя сильно обидеть, значит ему еще хуже. Есть три метода обучения мудрости. Первый через подражание, и он самый благородный. Второй через повторение, и он самый простой. Третий через опыт, и он самый горький. Если вы самый умный человек в комнате, то вы не в той комнате, где должны находиться. Не познав судьбы, нельзя стать благородным мужем. Не познав должного, нельзя обрести опору в жизни. Не научившись понимать истинный смысл слов, нельзя знать людей. Найдите работу, в которую влюбитесь, и вам больше не придется трудиться ни одного дня в жизни. Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю. Избрав цель, иди к ней всем сердцем. Строить правильные отношения труднее всего с женщинами и низкими людьми. Если приблизишь их к себе, они станут развязными. Если удалишь от себя, возненавидят. Почтительный сын – это тот, кто огорчает отца и мать разве что своей болезнью. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь. Служа отцу с матерью, увещевайте их как можно мягче. Если ваши советы не возымеют действия, будьте по-прежнему почтительны и смиренны. Даже если вы раздосадованы в душе, не выказывайте своего недовольства. Управляйте народом с достоинством, и люди будут почтительны. Относитесь к народу по-доброму, и люди будут трудиться с усердием. Возвышайте добродетельных и наставляйте неученых, и люди будут доверять вам. Стоя на берегу реки, учитель сказал – все уходит, как эти воды, всякий день и всякая ночь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова